Спасибо, да, я тоже хочу поддержать призыв Татьяны Юрьевны для того, чтобы мы могли обсудить накопившиеся вопросы, быть как можно краткими. Уважаемые коллеги, в нашем зале сегодня собрались представители самых разных институтов гражданского общества и пациентские организации, или как они правильно называются, общественное объединение по защите прав граждан на охрану здоровья, и некоммерческие организации, занимающиеся тем или иным способом вопросами онкологии, поддержки пациентов и врачей. Благодарительные фонды, много очень интересных проектов, разноплановых, но в первую очередь я бы хотел по профилю деятельности нашего движения, движения против рака, остановиться на той важной работе по сбору обратной связи от наших пациентов, которая должна стать нашим вспомогательным инструментом в принятии государственных управленческих решений при реализации анонсированного еще в прошлом году федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. Ну, почему важна обратная связь и почему нужны все наши государственные проекты? Проекты ради проектов давно уже никому не нужны, мы все с вами прекрасно знаем. Хочу просто напомнить содержание одной из главных норм нашей Конституции, ради чего существуют в том числе и общественные организации, и уж тем более государственные органы. Это человек. Человек, его и права и свободы всегда являлись высшей ценностью, и реализация этого постулата, то есть практическое их признание, соблюдение и защиту, это обязанность государства. Я хочу сказать, что это не только обязанность государства, это, наверное, обязанность всех нас, всего общества. Когда запускались национальные проекты, которые, амбициозность которых несравнима ни с какими принимавшимися за последние сто лет, наверное, государственными решениями, то было, очевидно, указано на то, что это мероприятие для человека. Поэтому, безусловно, та деятельность общественных организаций по защите прав граждан, которая ведется на системной основе уже больше десятилетия, активно развилось пациентское движение в нашей стране, она призвана осложить той цели, чтобы использовать мнение людей о их удовлетворенности, либо неудовлетворенности теми или иными государственными решениями. И федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» не является исключением из этого правила. Наш общенациональный лидер еще осенью сказал, что мы будем скоро измерять первые результаты деятельности проектов, поэтому нужно шире использовать накопленный опыт гражданского контроля, а именно гражданский общественный контроль – это та основная сфера общественных объединений, которая работает в сфере здравоохранения в плане поддержки граждан. Безусловно, эти оценки, оценка эффективности реализации национальных проектов будет делаться исключительно на основе мнений и оценок граждан. То есть каждое наше мнение, каждое заявление, каждая жалоба пациента должна быть учтена, должна быть рассмотрена и по ней должно быть принято решение. Мы традиционно, из года в год, не меняя профиль своей деятельности, ведем алгоритм, ведем гражданский мониторинг удовлетворенности граждан, доступностью и качеством медицинской помощи, мы не можем подменять собой, еще раз напомню, какие-то государственные структуры или страховые медицинские организации, которые призваны активно защищать наши права, как застрахованных в системе ОМС. Мы собираем мнения людей и канализируем их лицам, принимающим решения. Ничего мудрого в этом алгоритме нет, но он уже отработал за десятилетия, второй десяток лет пошел на нашему движению. Этот механизм включает в себя и способы участия пациентских организаций в разработке программных мер по борьбе с новообразованиями. Все мы давали свое предложение, когда готовился федеральный проект. Система мониторинга отдельных показателей, так или иначе, которая нами используется, это те ключевые болевые точки, которые мы выявляем путем в том числе анкетирования, опроса пациентов. Результаты этой нашей работы тоже скоро будут представлены. Система регулярного доведения результатов мониторинга до органов власти, это традиционные наши общественные площадки, все от наших форумов, наподобие такого авторитетного собрания, как Петербургский международный онкологический форум, и, конечно, это все площадки от общественных советов в регионах до общественных советов и советов по защите прав пациентов в федеральном Минздраве. Ну и система взаимодействия с органами управления здравоохранения, это наша каждодневная связь и наша возможность донести те жалобы, которые или предложения, которые есть, органов власти. В чем значение нашей вот этой работы? Во-первых, когда мы рассматриваем какое-то конкретное обращение или помогаем человеку решить его конкретную жизненную проблему, напомню, что люди к нам-то обращаются с какими-то конкретными жизненными ситуациями, как правило, чрезвычайно тяжелыми, да, и многие из них не знают, а что же нам делать дальше, да, и вот этот добрый совет каждому обратившемуся, он, конечно, дорогого стоит. Я не претендую на то, что этим занимается только движение против рака, этим занимаются многие пациентские организации и институты гражданского общества. Рад приветствовать в этом зале Ольгу Мильну, Гольдман и проект «Ясное утро», который провел за последние 10 лет. Также мы, наверное, вместе где-то начинали большую титаническую работу. Здесь, конечно, от каждой индивидуальной жалобы мы подходим к обобщению тех проблем, с которыми в тех или иных уголках нашей страны сталкиваются люди. И вот эти обобщенные проблемы мы доводим до сведений тех, кто принимает решения. Решения, которые, как я уже сказал, должны отвечать главной задаче – это признание и соблюдение прав человека и конкретного пациента, и всего общества в частности, и в общем. Безусловно, в работе с обращениями мы формируем некую правоприменительную практику тех решений, тех регуляторных механизмов, которые есть, от федерального закона об основах охраны здоровья граждан до методических рекомендаций, в том числе даже и федерального фонда ОМС. Сейчас он активно включился в работу по защите прав пациентов. И дальнейшим этапом этой работы, естественно, является выработка на основе обобщенных материалов и на основе экспертной оценки этих материалов каких-то конструктивных, адекватных предложений для регуляторных органов. Ну и, безусловно, возвращаясь к тому, с чего я начал, каждое наше обращение, которое к нам поступает, оно заключается в реальной помощи каждому конкретному пациенту, потому что общество наше складывается из единичных людей, и, безусловно, когда мы помогаем даже хотя бы одному человеку в день, в неделю, пусть даже в месяц, где-то в регионах, да, мы же понимаем, что есть региональное общественное объединение, которое занимается этой работой. И это всегда очень большое дело, потому что мы понимаем, что человеческая жизнь, да, бесценна. Зачастую люди обращаются с вопросами, они не знают, куда пойти. И наша информационно-просветительская работа в этом плане, она, по большому счету, без ложной скромности, могу сказать, дорогого стоит. В целом, конечно, подводя итог, мы еще скажем, там, пару слов о текущих целях и задачах институтов гражданского общества на современном этапе. Но очень хочется, опять-таки, может быть, повториться, я уже говорил об этом в прошлом году, я считаю, что нами выполнена огромная титаническая работа, не побоюсь этого слова, лоббистская работа, на это потрачено огромное количество времени, ресурсов материальных и человеческих, здоровья, не побоюсь этого слова, для некоторых, да, из присутствующих в зале, да для многих, потому что, извините, как бы, пациентские организации, люди, которые и так себя не всегда хорошо чувствуют, еще и на благо общества работают, это вообще бесценно. Поэтому мы сделали огромную работу, и запуск федерального проекта, федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями, это наша с вами общая заслуга, потому что мы из года в год просили об этом высшее политическое руководство страны, и наши мольбы и просьбы, обоснованные, заметьте, на основе, так сказать, объективных данных, они были услышаны. Поэтому хочу нам всем пожелать в этом направлении дальнейшей работы и всем определить свои задачи. Кому-то, так сказать, может быть, работать в направлении организации психологической помощи пациентам, что очень важно, кому-то заниматься правовой поддержкой, кому-то заниматься, так сказать, организацией культурно-массового сектора, потому что это тоже элемент моральной поддержки наших пациентов. Работы хватит всем, у всех задачи и компетенции разные, поэтому главное что-то делать, и главное искать себе адекватное и объективно достойное применение в текущих складывающихся условиях. Поэтому желаю всем здоровья и успехов в нашей дальнейшей работе. Большой этап завершен, впереди большие, великие дела. Спасибо большое, Николай Петрович. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok